5, 6, 7, 8, 9, 10. Это было двустише, четырёхстопный хорей. Правда, без рифмы, но зато с лейтернанцем в клаузулах. Я прочту сегодня несколько стихотворений, не своих, а моей супруги Эллы Ром. Её творческий псевдоним, правда, похож на псевдоним хитроумного Идальга Дон Кихота Ломанческого. Её псевдоним творческий, как вы знаете, многие из вас, Элла Титова Ром Майка. Не знаю, если у меня останется время, я, может, своё тоже что-то прочитаю. Дело в том, что она никогда не читает на слётах и так далее свои стихи. Поэтому мне жить по стихам нелегко, мне с ними проблемы одни. Сбегает в стихах молоко и льётся в реальные дни. Такая уж доля моя, порой я несу ерунду, Но верит читатель, что я в горящую избу войду, Что женщиной стану свеслом и что удержусь на плаву. Мне жить по стихам тяжело, но только по ним я живу. Я, кстати, читаю по сборнику, он только пришёл. Это ежегодник, который издаётся в Силиконовой долине, Альманах поэзии. Называется стихотворение «Сказочка для внука». В королевстве кривых зеркал Кривизну выпрямляют, но Наливаю в кривой бокал Из бутылки кривой вино В королевстве кривых людей Где любой хоть чуть-чуть докрив Я в плену кривых идей Я слагаю кривой мотив В королевстве кривых кривляк Где кривые казна и трон Искривляется мягкий знак Превращается в твёрдый он То тут кривая земная ось Протянулась во всей красе И вращаются в кривь и в кость И земля, и планеты все Переулки кривые здесь И кривая течёт вода Если кашу не будешь есть Прямиком попадёшь туда